Привет, народ! Да, у нас сегодня Oppo, только в этот раз бюджетный, в понимании бренда, конечно. И на удивление, по некоторым параметрам он даже обходит своих старших братьев стоимостью в 500 баксов. Да, так бывает в три раза дешевле, а в чем-то даже лучше. Но не стоит забывать, что это Oppo, у них не все так просто, поэтому неожиданных поворотов все-таки не избежать. Надеюсь, я вас хоть как-то смог заинтриговать. Саживайтесь поудобнее, понеслась. Речь идет о смартфоне Oppo A53. Это новый смартфон в уже известной бюджетной серии производителя. Давайте сначала вкратце пробежимся по отличиям в дизайне с предыдущей моделью. Сканер отпечатков пальцев с боковой грани перенесли на заднюю крышку. И это немного странно, но не критично, все-таки дело вкуса. Работает, кстати, шустро, как и разблокировка по лицу. С этим проблем нет. Уменьшилась толщина корпуса, но при этом аппарат немного растянули. То есть его высота увеличилась, но и незначительно уменьшился вес. По меркам рынка смартфон просто стандартный. Немного меньше того же Poco X3. Но это точно не компакт. Материалы корпуса остались без изменений. Это, разумеется, пластик. Но не могу сказать, что это дешманское решение. Вот в моей руке смартфон Galaxy A51 от Samsung. Ощущения от пластика Oppo A53 плюс-минус такие же. Для тех, кто в теме, это не то же самое, что в M21 и M31 от Samsung. Или же Realme 5. Короче, чтобы не грузить, пластик в Oppo A53 качественный. Фронтальная камера осталась на том же месте, в левом верхнем углу. В общем, изменения скромны, но они все же есть. Самое главное, что производитель оставил в этой модели весомое преимущество над своими конкурентами. Это качественный стереозвук. Да, в недорогом смартфоне хорошее звучание. Уверен, вам понравится. По остальному порт USB-C, аудиоджек на месте. Выпускается смартфон в трех цветах. Черном, синим и зеленым. Разумеется, есть градиент. Куда же без него в конце 2020-го. Комплект поставки тоже вполне стандартный. Защитная пленка уже наклеена на экран смартфона. Имеется силиконовый чехол, кабель и блок питания мощностью 18 Вт. При первом контакте аппарат не вызывает никаких негативных эмоций. Просто нормальный обычный смартфон. Вы тогда спросите, а зачем тогда переплачивать за более дорогие решения, ну если и бюджетник ок. Отвечаю, на чем все-таки сэкономили. Разрешение дисплея HD+, а не Full HD+, как допустим у того же предшественника. И на бумаге, учитывая диагональ 6,43 дюйма, это может вызывать определенные сомнения. Помните, я вам недавно рассказывал о смартфоне Poco M3. И о том, что Xiaomi мешкались установить высокую герцовку и низкое разрешение дисплея, либо же наоборот высокое разрешение дисплея и низкую герцовку. Так вот, Oppo выбрали вариант с низким разрешением HD+, и высокая герцовка 90 Гц. На практике при большом желании пиксель разглядеть можно, но если об этом не думать, экран вполне нормальный. Я вообще не парился по этому поводу. 90 Гц чувствуется, правда работают не везде. С этими ограничениями мы уже сталкивались ранее, в старших моделях Oppo и среднебюджетниках Realme. Так-то в целом интерфейс работает вполне шустро. Опять-таки, учитывая класс смартфона. И на этом самом моменте я хотел бы вам рассказать о небольшой хитрости, которую применили Oppo. Смотришь на бумагу, видишь процессор Snapdragon 460. Это решение начального уровня. Другие компании в своих смартфонах за эти же деньги устанавливают Snapdragon 665 или Snapdragon 662. Но за счет того, что в Oppo A53 используется более низкое разрешение HD+, а не Full HD+, ему приходится обрабатывать намного меньше информации. За счет этого по производительности они плюс-минус одинаковые. Ну, это если объяснять совсем уж простыми словами. Но не стоит воспринимать эту информацию как плюс устройства. Было бы гораздо лучше, если бы Oppo установили сюда тот же Snapdragon 662. Тогда бы смартфон был гораздо мощнее. Сейчас же это просто необходимый минимум, чтобы все работало просто хорошо. Давайте я тут же раскрою вопрос, как смартфон ведет себя в играх. Я не стал скромничать и запустил мощавую Shadowgun Legends на ультра настройках графики. И она запустилась. Средний показатель 23 кадра в секунду. Конечно, с таким фреймрейтом играть некомфортно. Просто мне хотелось вам показать, на что способна эта железо. Если опустить настройки графики до средних, тогда проблем не будет. То есть, при большом желании играть можно даже в тяжелые игрушки. Только нужно понимать, чем вы жертвуете. Нагрев корпуса после получаса игры вполне адекватный. Играть комфортно. Еще одна не самая сильная сторона этого смартфона – камера. У меня под рукой не было других бюджетников, поэтому я вам просто покажу примеры снимков. Днем на экране смартфона все смотрится вполне нормально. Для социальных сетей пойдет. Чтобы запечатлеть какой-то момент жизни, тоже пойдет. Но при кропах видно, что детализация здорово хромает. Да и динамический диапазон тоже не блещет. Скажем так, за свои деньги пойдет, но не более того. Теперь давайте посмотрим на примеры ночью. Тут, я думаю, ничего комментировать не стоит. Всем понятно, что этот смартфон создавался не для таких условий. Да и сам производитель указывает на это. В настройках даже нет ночного режима. Но я должен был вам показать, на что вы должны рассчитывать. Фронталка здесь, кстати, вполне неплохая. А вот видеосъемка без стабилизации и в максимальном разрешении Full HD. Автофокус работает нормально и стоит отметить, что звук не такой паскудный, как у других бюджетников. Но все равно конечный результат далек от идеала. Ладно. В начале видео я сказал, что у этого смартфона есть несколько весомых преимуществ по сравнению со старшими братьями. Более дорогими моделями. С первым преимуществом мы с вами разобрались. Это качественный стереозвук. Второе преимущество это нереальное время автономной работы. Этот аппарат живет как настоящий черт. Скорее всего из-за энергоэффективного процессора. Хотя батарейка здесь тоже мощавая. 5000 мАч, согласитесь, это немало. В нашем фирменном тесте он проработал 10 часов 13 минут. И занял пятое место из 120. Будьте уверены, что в плане времени автономной работы он вас точно не разочарует. Еще один весомый плюс этого смартфона. Наличие модуля NFC с рабочим Google Pay. То есть с бесконтактными платежами проблем не будет. И в бюджетном сегменте это здорово. Итого, что мы имеем? Первое. Oppo A53 это стабильно работающий аппарат. Да, он именно такой. За все время было пару моментов, которые меня немного смутили. То есть он работает в основном быстро-быстро. А в какой-то момент Oppo начинает медленнее работать. Непонятно почему. Еще есть вопрос о кооперативной памяти. Вроде бы 4 гига достаточно. В бюджетном сегменте это прямо хорошо. Но в фоне он не держит абсолютно ничего. То есть, допустим, запустите какую-то игру и оставите ее работать в фоне, заниматься дальше какими-то задачами, потом вернуться к игре не получится. Так, что еще? Здесь отличная батарейка, стереозвук, NFC и частота обновления изображения 90 Гц. Все это плюсы. Но перед тем, как мы продолжим, я должен озвучить вам стоимость. Потому что мы тут говорим о плюсах, скоро будем говорить о минусах, а вы так и не знаете, сколько просят за A53. В Украине 5000 гривен за версию 4.64. Перед вашими глазами появились цены в тенге и в рублях. Из минусов могу выделить разрешение дисплея. И то просто потому, что другие ставят Full HD. Процессор начального уровня и камеру. Понимаю, что это бюджетник, но есть на рынке аппараты, которые за 5000 гривен фотографируют лучше. У меня на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете о смартфоне Oppo A53. Не забывайте ставить пальцы вверх и да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok